всем большой привет это видео на кулинарную тему я заметила что меня очень радует когда вы что-то покупаете по моим советам но когда вы готовите по моим советам это вообще просто невероятно приятно потому что я знаю что вы радуете не только этими блюдами не только себя но и своих близких свою семью своих друзей поэтому по вашим запросам я продолжаю эту кулинарную рубрику и в этот раз мы будем с вами готовить не сладости которые вы могли наблюдать моих прошлых видео в этом видео мы будем с вами делать лазанью она будет можно сказать по такому достаточно классическому рецепту но все-таки в моей интерпретации все будет очень быстро вы посмотрите как я справляюсь с этой задачей и что давайте с вами приступим нам понадобится оливковое масло и листы лазанья твердый сыр около килограммов фарша помидоры 4 штуки примерно лук репчатый 3 штучки у меня и для соуса башамель понадобится молоко около литра масло сливочное и мука 4 столовые ложки и вот форму в которым будем запекать все итак приступим к приготовлению в сковородку нужно выложить весь фарш и обжарить на среднем огне далее берем помидоры делаем крестообразные надрезы для того чтобы снять с них кожицу и опускаем в емкость и заливаем горячей водой пару минут они должны так постоять пока наши помидоры ожидают своей очереди нужно мелко порезать репчатый лук а затем переложить его в фарш конечно помешал возвращаемся к помидорам и снимаем кожицу делается это очень легко как вы видите и потом конечно же нужно их тоже мелко нарезать забудем посолить фарш и отправляем туда помидоры хорошенько все перемешиваем а теперь для нашей лазани нужно приготовить соус башамель для этого нам понадобится приблизительно 80 грамм сливочного масла который мы отправляем сковородку и дальше продолжаем делать соус для того чтобы не образовалось комочков я делаю так отдельно насыпаю приблизительно 4 столовые ложки муки в стакан заливаю небольшим количеством молока и отдельно перемешиваю вот в этом стаканчике теперь добавляю эту смесь к сливочному маслу которая уже начала таять на маленьком огне в сковородке и уже доливаю остальное количество молока и все перемешиваю и нет никаких комочков абсолютно очень удобный хороший способ дальше примерно половину соуса башамель я отправляю в фарш и конечно хорошо перемешиваю дальше ставим на огонь кастрюлю с водой добавляем немножечко соли а это форма для лазаньи в которую я уже добавила оливковое масло и теперь приступаем к сыру очень удобная такая вот терочка с отодвигающимся дном прежде чем положить листы лазаньи форма для выпечки я их отправляю примерно на 30 секунд в кипящую воду и начинаю выкладывать листы лазаньи форму видите я их укладываю с небольшим нахлебом то же самое я делаю со следующими двумя листами лазаньи лазаньи форма для выпечки я их прикрытили лазаньи форма для выпечки уют Выкладываем на листы лазаньи примерно половину фарша и аккуратно распределяем его. Также отправляем сюда немного сыра. И тоже распределяем его. Затем быстренько выкладываем следующий слой из листов лазаньи. И выкладываем аккуратненько оставшуюся часть фарша. И вот уже последний слой из листов лазаньи. В этот раз я их раскладываю немножечко по-другому. Использую на 2 листочка больше. Потом мы покрываем лазаньи оставшейся части соуса башамель и тоже аккуратно распределяем его. Затем отправляем лазаньи в духовку примерно на 40 минут. Потом я добавляю сыр. И эту красоту ставлю в духовку еще примерно на минут 10. И вот что у меня получилось. Надеюсь вам понравится. И вы повторите рецепт. А мы конечно же с вами скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok